Дорогие христиане, если мы вместе помолились, то нужно людям сказать хоть что-то, хоть что-то, скажем там, с врагами помиритесь, аминь и до свидания, хоть что-то, или там, скажем там, милостыню подавайте, вот, аминь и до свидания, хоть что-то, то есть нужно всегда в конце молитвы сказать народу хоть что-то. И я вам сегодня хочу сказать два слова про Патрика Ирландского, потому что он у нас в Святцах не так давно, а он очень великий святой, он родился в конце четвертого века, умер в середине пятого века, и он привел к вере эти ирландские острова. Ирландцы по типажу очень похожи на русских, и хулиганы, и пьяницы такие, значит, такие богомольцы, то есть у них так либо святые, либо хулиганы, у них нет середин. Тот, кто говорит, что у русской души там нет краев и берегов, как бы, тот на ирландцев, посмотрите, как бы они такие же самые, они либо хулиганы, как бы, либо богомольники, у них нет середин, как бы, так они похожи на нас, действительно. Но это я не про них и не про нас, как бы, не в оправдании, ни тем, ни другим, как бы, но Патрик просветил их, и он был таким для них Моисеем своего рода, и Давидом отчасти, потому что Давид научился Богу молиться в пустыне и с овцами, людей не было, только было небо, земля и трава, земля и эти все бэкающие, эти животные, и он там научился молиться среди них. И также Патрик, его поймали в плен, он там был пастухом, и он в пастушестве научился молиться. Я думаю, что, может быть, мы с вами не умеем молиться, потому что у нас нету, как бы, вот этого неба над головой, как бы, под нами земли там, и вот нет этой всей природы, потому что природа учит молиться, а цивилизация отучает молиться. И мы отчасти все страдаем от того, что нас цивилизация, именно она отучает молиться. И он был Давидом сначала, потом Моисеем, и там повел там к Богу этих всех этих ирландцев, жутких язычников, как и все язычники вообще жуткие, вот, и он там крестил иногда в один день, там, до 12 тысяч людей там в один день крестил. И там у него, под его рук выходили и девственницы, и монахини, и подвижники, и отшельники, и молчальники, и там он за свою жизнь построил 365 церквей, рукоположил 365 епископов и написал столько же книг святых, молитвословов для простого народа, написал разные гимны там и то, и, короче, он, и он там писал перед смертью, говорит, что я каждый день жил, в ожидании, что меня убьют. Под страхом смерти жил каждый день, потому что ему угрожали со всех сторон. Говорит, я ожидал либо плена, либо рабства, либо отрезанной головы. Всю жизнь свою прожил в страхе, внезапной смерти, потому что враги были кругом. И при этом он написал массу гимнов таких чудесных, в которой есть, например, такая молитва, вот если запомните, поищите, потом найдете, называется молитва оленя, такой или гимн защиты Стопатрика, где он там поминает все догматы, говорит, я ныне восстаю великой силой Христа, родившегося от Девы, Христа, обрезанного там восьмой день, Христа, крестившегося в Иордане, Христа, пошедшего на крест, Христа, умершего за грехи людей, Христа, воскрешего из мертвых. Я восстаю силой Христа, вознешившись на небо, идущего там судить всю землю. Потом говорит, я восстаю великой силой всего мира, который Бог создал, глубиною моря, высотой неба, твердостью камней, мягкостью хлеба. То есть все ко мне, все мое, потому что Господь мой. Удивительно, ирландцы считают, что эта молитва защищает от всех зол. Это православная молитва, потому что даже и исторически, и хронологически, она родилась в недрах апостольской церкви в V веке, слушайте, это век святых отцов. Святой Патрик воскресил за свою жизнь 9 мертвых человек. Да, обратил к вере, крестил в общей сложности 120 тысяч ирландцев. И обратил к вере, и выкупил из плена, значит, у язычников, там, короче, бесчисленное число людей, обоих полов. И он однажды, значит, зашел на гору некую, куда ходят сейчас и все, и православные тоже ходят там, потому что он почитаем и нами тоже. Мы раньше не знали этих святых. Оказывается, там, в этом мире неизвестно, в какой-то Ирландии есть наши общие святые, мы их раньше не знали. И туда есть некая гора, на которой он 40 дней молился о своем народе. И он просил у Бога три вещи, там, четыре, три, там, в разных редакциях, значит, говорит, первое, чтобы каждый ирландец, он сам не был ирландец, он был британец, он был, значит, гражданин Римской Британии, то есть он был римлянием, а ирландцы для него были, ну, как язычники, скажем, там, как, скажем, златоуст, например, был антиохиец, пришел в Рим как чузыземец. Это были чужие люди, как бы, у них был чужой язык. Он даже там пишет, говорит, что я, к сожалению, вынужден на старости выучить новый язык, потому что есть лучше меня люди, которые на своем языке родились, разговаривают и проповедуют, а я учу новый язык, то есть для него ирландский был новый язык. Как если бы, например, отца Августина, там, или Александра, или меня, Бог послал, например, скажем, там, в Узбекистан, мы должны были бы там выучить узбекский язык и потратили бы на это очень много времени, и потом бы на узбекском начали благовествовать. Вот такой был Патрик, он говорит, я плохо говорю на ирландском, но я их люблю, потому что они мои люди. И он просил для них, а, внимание, вот здесь, внимание, вопрос. Значит, первое, он просил, чтобы каждый ирландец хотя бы перед смертью покаялся перед Богом за грехи свои. Он 40 дней молился, как Моисей на горе. Говорит, прошу тебя, Господи, вот эти люди, эти чужие для меня люди, которых ты мне дал, которых я научил верить, умоляю тебя, сделай так, чтобы вот каждый из них, потом сколько они там выжить, чтобы покаялся каждый из них, но хоть перед смертью уже, да? Вот я так перешифровываю это все на Владимира князя и на нашего Сергия, преподобного там, на Серафима. Вот, наверное, так они молились о нас. Чтобы каждый, ну хоть перед смертью, ну ладно, прожил поросенок, ну хоть перед смертью, ну хоть вздохни, поплачь, покайся, господи, прости меня, я же к тебе иду, и так далее, да? Об этом первое. Второе. Чтобы никогда не истребили народ и наплеменники. В некоторых редакциях пишется, чтобы не завоевали чужие. Но Ирландию завоевали чужие. Ну, англичане. Но, говорит, чтобы не истребили. Другая редакция, чтобы не истребили чужие. То есть, чтобы нас не истребили чужеземцы. И третье, это вообще фантастика, чтобы за семь лет до страшного суда все ирландцы умерли. Слышите? Он сорок дней молился Богу о том, чтобы за семь дней до страшного суда умерли все до одного ирландцы. Потому что святой Патрик прекрасно понимал, что перед страшным судом будет так страшно. И так будет кошмарно. Так будет подло, гнусно, грязно, что святые не устоят. Понимаете? Великие упадут. Упадут все. Непонятно, кто останется вообще. Потому что будет страшное количество соблазнов. Сегодняшние соблазны – это детский лепет на лужайке. То, что будет потом, это будет такой кошмар, что мне снилось даже. Возникает вопрос, стоит ли детей вообще рожать? Стоит, потому что, ну, это опять-таки отдельная тема. И Патрик понимал это все, он говорит, господи, забери их всех. За семь лет до страшного суда по молитве Патрика должны умереть все ирландцы. Кому интересно вообще вопрос страшного суда, наблюдайте за Ирландией. Если ирландцы живут, у нас есть еще семь лет. Когда они все умрут, у нас еще семь лет остается. Там уже дальше отчитывайте. Потому что он просил это. Это великая вещь. Мы не знаем, может быть, Владимир тоже просил об этом Бога, когда крестил народ. Он просил там и знаем его молитву. Как бы там Нестов написал нам, посмотри на этих новых людей, там благослови их, там укрепи их, там разуми их, настави их и так далее. Но что-то такое подобное, конечно, вот люди понимают, что в конце будет совсем тяжело. Даже соловки будут не страшны по сравнению с тем, что будет в конце. Плохо будет в конце. Потому что бытовой сатанизм, бытовой повседневный сатанизм простых людей, совокупиться в одни, эти маленькие ручейки, в один поток, это будет такой кошмар, что здесь вообще, да, все, конец. То есть, Господи, помилуй, там, в ком вера, то есть спасайся, как бы, как пишет этот самый Иезекииль, там, Леремия. Говорит, что если бы Ной жил сегодня, он бы спас даже не детей своих, только свою душу. Если бы Исаия был жив, только бы себя спас. Если бы там, значит, кто-то еще там великий жил, только себя бы спас. Других бы не спас, даже детей бы не спас. Невозможно спасать проклятых. Проклятых спасать невозможно. У нас сегодня вся работа наша заключается в одном только предложении. Мы пытаемся людей оставить людьми и не дать им стать проклятыми настолько, чтобы их нельзя было спасти. Это вся наша работа. Мы больше ничем не работаем. Мы только вот в это стремимся. Вот Патрик это понимал, но, господи, ясно, что ирландцы, как бы, что русские, что ирландцы, они все одинаковые. Вот подраться, попить, как бы, значит, такой, перед смертью покаяться. Вот и все. Это наш портрет. Ну, за 7 лет до страшного суда заберег всех до одного, чтобы они не стали отступниками. Представляете, красота какая. Какая красота в этих словах, непонятная мирскому человеку. Что мирское скажет, ну как это, еще 7 лет еще можно позажигать, еще можно. Да. Аминь и Богу славу. Субтитры создавал DimaTorzok